Привет, мои дорогие! Сегодня, наконец-то, я дождаю свою посылочку. В этот раз у меня посылочка с китайского сайта New Cheek. Мне уже неоднократно оттуда приходили посылочки. В этот раз довольно крупная у меня такая посылка. Пришла она мне курьером. И сейчас хочу показать уже, что у меня здесь. Смотрите, заказала себе вот такую вот формочку. У меня есть такая на 5 ячеечек и заказала еще на 6. Здесь сверки чуть-чуть поменьше. Но они всегда нужны в разного диаметра. Для разных пирожных, декора и прочего. То есть, я думаю, что это очень нужная вещь в хозяйстве. Также заказала еще подобный коврик. Тоже для разнообразных муссовых и прочих пирожных. Вот такую вот, я не знаю, даже с цилиндрами что ли. Она также подойдет и для выпечки маффина, в принципе. Ее можно использовать и для выпечки, и, соответственно, для пирожных. То есть, тоже очень нужная вещь в хозяйстве, я так думаю. Она мягкая, выдержит температуру, по-моему, 230 и минус 60, так что будем пользоваться. В этот раз повезло и моему маленькому сыночку. Я ему заказала вот такую вот тарелочку. Она на присоске, очень нужная вещь. Мы сейчас только начинаем учиться сами кушать, поэтому у нас посуда летает по всей кухне. И вот такие вот мягкие ложечки и вилочки тоже нам нужны. У меня была уже одна вот такая вот ложечка, она уже немножечко выцвела, потому что мы кушали не целый год. Но вещь очень нужная для маленького ребенка, у кого есть, обязательно возьмите себе на заметку. И также сразу покажу, заказала ему уже паильничек. У нас были обычные непроливайки, в этот раз уже решила заказать ему такой паильничек с трубочкой. Я еще не совсем разобралась, как тут и что. А вот так нажимаем и открываем, и у нас получается трубочка там сверху. Паильник очень интересной формы, мне очень нравится. Он на 260 грамм там написано, и я думаю, налить можно все 300. Зеленый, красивый, я думаю, там расцветок было море. Можно было выбрать. И пить удобно, но еще не пробовали. Сейчас попробуем, заценим. Заказала еще вот такие вот пирожные. Будут у меня груши мусовые. Очень будут интересные, мне кажется, на вид. Они хоть и кажутся здесь, вы видите, ровными, но они на самом деле будут как настоящие грушки, округленные внизу. То есть будет на самом деле очень красиво. Я уверена, что мы с вами попробуем какой-то такой новый супер десерт. Будет очень красивое пирожное у нас. Но это все в дальнейшем. Так, теперь заказала по поводу мусовых пирожных. Еще вот такое вот сердце себе. Оно такое вот ребристое, довольно плотное, в нем удобно печь, удобно морозить. Единственное, я думаю, что оно будет немножечко побольше и повыше. Оно вот такое вот. Я думаю, что с ним мы сделаем какой-нибудь муссовый тортик. И я вам покажу, как делать велюр и пользоваться им без аэрографа. Я думаю, сделаем какой-то такой тортик. Просто для того, чтобы посмотреть, как сделать велюр и как не тратиться на аэрограф. Ну вот вы видите, форма где-то сантиметров чуть меньше 20, где-то 18 на 18. И по высоте в углублении где-то, наверное, около 6 сантиметров и 4 по краям. Ну такая не очень большая. Но цена ее очень нормальная. Марталата формы такие где-то по тысяче и больше гривен. А эту форму я заказала около 300. То есть, ну, намного дешевле получилось. Заказала еще вот такую вот себе силиконовую штуку. Для мастики. В принципе, можно и шоколадом, я думаю, заливать. Но я ее брала как для мастики. И заказала вот такую вот себе еще текстуру. Очень часто в тортиках нужны текстуры кирпича, либо камней. Но кирпич еще куда не шло. Там как бы все ровненько. И можно под линейку сделать красивые кирпичики. А вот с камушками не так просто. Поэтому решила заказать себе вот такую вот текстуру. И буду ней пользоваться. Я думаю, пользоваться не будет просто. И еще заказала вот такие вот маленькие разные цветочки. Они очень красивые. Сама форма очень рельефная такая. Цветочки небольшие. Но они нужны всегда и во всех тортиках. Везде, когда присутствуют красивые цветочки, очень красивые. И также у меня в планах потом вот такие вот цветочки ставить на пасхальные куличи. Они небольшие, но я думаю, они очень красивые. Они очень четкие. Там и герберы, и орхидейки, и розочки. То есть цветы разные. Я думаю, потом обязательно по этому коврику покажу, какие тут в каждой ячеечке какой цветочек. Отдельно по нему сниму еще видео. Я думаю, это просто мы зальем шоколадом, либо мастикой морозилочкой. И достанем оттуда красивые цветочки. Так, еще. Ага, вот. У нас еще пришел вот такой вот друг новый. Это штука для производства пончиков. Я бы так ее назвала. Мне кажется, с ней будет очень интересно поработать. Я такое еще не видела. Ну, точнее, видела только в интернете. А сама, в принципе, не пробовала. Тут открывается вот клапан. После того, как мы нажимаем на кнопку, я думаю, сюда наливается тесто. Открывается клапан, и вокруг выбегает тесто. То есть тесто не должно быть густое. И уже у нас получается такой уже пончик готовый с дыркой. И сразу он должен падать в масло. Мне кажется, это вот что-то такое должно быть. Я думаю, мы обязательно опробуем. И если это будет очень интересная вещь, она станет любимой у нас в семье. В общем, вот такие вот покупки пришли мне в этот раз. Обязательно напишите в комментариях, что из этого вам понравилось. И мы используем это в первую очередь. И тогда попробуем, как уже с ним работать. С определенным товаром. Буду ждать на ваши отзывы. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.